Строительство железной дороги Балакчи-Кочкор создается снова нового железнодорожного узла, который будет иметь важное значение для будущего страны. После распада Советского Союза, провозглашение Кыргызстана независимым государством и создание предприятия Кыргыз-Темирджулу не было проложено ни одного километра новой железной дороги. Поэтому с радостью поздравляю всех вас с вступлением в новый этап развития железнодорожной отрасли. Строительство железной дороги от станции Балакчи до угольного разреза будет экономически очень выгодным для людей страны. Новый железный путь позволит также решить ряд вопросов, таких как развитие промышленных предприятий, продвижение экономики, обеспечение транспортным сообщением наших регионов и укрепление целостности страны в целом. Для строительства новой железной дороги были привлечены около 50 человек. Специалисты уверяют, что через некоторое время еще 100 человек приступят к работе. Протяженность первого этапа Балакчи-Кочкор является 63 километра. Мы уже уложили 65 метров. У нас получается рельсы все новые 2022 года. Также шпалы железобетонные являются образцом 2022 года. Все скрепления, все комплектующие, все новые с заводов. Если, конечно, мы найдем финансирование инвесторов, то, соответственно, за два-два с половиной года мы сможем управиться и первый этап Балакчи-Кочкор уже будет реализован. Сосыпка щебня, грунта, установка рельсов. Работа на месте идет полным ходом. Преимущества железной дороги от Каракиче, конечно, бесспорны. Она позволит возить уголь напрямую в Бишкек, на ТЭЦ и другие объекты, а также в другие населенные пункты. Сейчас каракичинский уголь для столичной ТЭЦ в основном везут автомашинами до Балакчи, а потом перегружают вагоны и уже в них везут его в Бишкек. Этот способ не только дорогой в плане транспортировки, но плох тем, что быстрее изнашиваются автодороги. Сам уголь тоже страдает от постоянных перегрузок. Кроме того, угольная пыль при погрузке в Балакчи вагоны уносится в сторону озера Иссыкуль и прилегающие к нему территории. Вредит экология региона и озерной акватории. В течение двух недель шли подготовка земляного полотна к укладке верхнего строения пути. За время наши строители справились. И в дальнейшем сейчас проектировщики примерно дошли до 20-го километра. Проектно-изискательские работы продолжаются. И проектно-изискательские, и геологические, и топографические работы. Дальше будет впереди темпостроительство примерно на 15-20 километров идти вперед. Земляные работы нельзя вести при сильных осадках, при минусовых температурах. Погода нам благоволит именно на данном участке. Осадков немного. Даже если погода пасмурная, работа продолжается. В этом году Кыргызсты Мирчулу планируют проложить 5 километров намеченных путей. Почему так мало? По словам специалистов, на начальном отрезке есть болотистая местность, где потребуется проделать большой объем работы. Для первой фазы было выделено около 110 миллионов долларов. Генподрядчикам, кстати, определен мостотряд, строительное подразделение национальных железных дорог. Работу проводим по очистке дренажей для осушения данной местности, чтобы вода уходила. И подготовительные работы. Идет сначала путеводчивость, это на дробилке дробится, а это гравийная смесь на карьере берется. Как вы видите, с левой стороны у меня лежат булыжники, мы его привозим с Бомского ущелья, чтобы вода дренировала, уходила вниз. Субтитры делал DimaTorzok